Сегодня у нас в гостях Анна Егорова. Здравствуйте. Аня, спасибо, что согласилась быть с нами сегодня. Что мы будем готовить? Мы будем готовить темный шоколад, логично, на кокосовом сахаре. Этот шоколад для взрослых, 75% какао. Но так как у нас в преддверии Новый год, он будет со вкусом апельсина, апельсиновый атертый. Аня, какие ингредиенты нам нужны? Ну, у нас самое простое, это какао тертое, какао масло нерафинированное, и кокосовый сахар, мы его изначально уже измельчили в порошок. А также у нас для апельсинки будет апельсиновое масло дотеры и апельсиновую цедру, вот я засахаривала с ксилитовым. Мы измельчаем какао, это и какао тертое, и масло. Сейчас мы должны немножко их подтопить, чтобы смешалось. Поставим на водяную баню. Главным нюансом является то, чтобы у нас не было сильного кипения воды, и баня попадала бы внутрь миски, где мы топим. Аня, ты всегда готовила шоколад или научилась? Да, вообще по образованию учитель. Учитель, да? И причем учитель информатики и экономики. Совершенно две не связанные вещи. А почему ты так решила изменить свою деятельность? Материнство, музейство и коллективы. Хотела что-то полезное, да? Нет, во-первых, мне очень нравилась моя профессия. Несмотря на то, что учитель это все, ой, нет, это не спросит, мало платит, не знаю что. Но когда я закончила свое обучение, мы в Одессе сострой учились. Я уже на пятом курсе работала в колледже, причем с углублением. У меня были там старшие классы, меня вся Анна Александровна называли, прямо тут. Но приехала домой, родила и как-то тут так и осталось. И спустя какое-то... Ну, то есть у нас у старшего сына некоторые нюансы со здоровьем. И уже ему года три было где-то, когда дети уже хотят сладенького, еще что-то. Я стала искать альтернативные варианты, потому что там нельзя, сахар нельзя, на молочку плохо. Мы тогда резко вообще отказались, вот в силу его этих, в силу питания, так сказать. Вот. И я стала искать варианты. И сначала нашла ролл-тортики. Тогда, думаю, первый мой торт это было просто каша. Я доспала с этой формы, и каша поплыла. И фрукты, и все поплыло. А потом наткнулась на один онлайн-курс, и вот все началось с онлайна. Причем также, ну, все казалось очень страшно, ну, как я начну, и что у меня получится. Ну, это тяжело, а так трудно сделать. Да, да, так как маленький ребенок, да? Простите. Я сначала так и делала. Я укладывала младшую, бежала на кухню, все готовила. Я только выложила, а младшая проснулась. Я собираю. А сейчас, ну, уже это так. Они могут играть, я могу делать вот без весов, без градусников. Ну, потому что для домашних это удобно. Да. Да, и прям хорошо, хорошо, хорошо. Еще вот он у нас попадет, вот, да, вот так, чик. Я забираю. Целый процесс. Да, и все равно, вот, я вижу там капельки. Ну, это важно, потому что капелька попадет. Вот, я вижу, как она стекает по миске. Так, чик, не попало. Не попало, да? Да, не попало. Так, я сейчас хочу замерить температуру. Ну, туда 40, да? Да, но тут такой момент, что дома мамы не будут это делать. Ну, вот, такой рецепт, где вот действительно нужен градусник. Я сейчас попробую скорее остудить. То есть, у нас задача такая, чтобы эта плитка вышла хорошо из формы, форма профессиональная. Но если мы берем силиконовые обычные формочки... Да, оно учится, но при взятии в руки этот шоколад будет таять, если мы его не подготовим. Нам нужно остудить его хотя бы до 30 градусов. И самое важное, оп, красиво очень, чтобы этот шоколадик остывал в движении. Тут как раз формируются все нужные... Он получается блестящим, да? Да, он блестящий, он не тает в руках, вот он тает во рту. Плюс при разломе есть вот этот характер... Ручок? Да, вот этот вот. Потому что все молекулы... Вы начали с шоколадом, да? Да. И потом что? Начали с шоколада, а потом приступила к конфетам. Какие конфеты? Тоже шоколадные? Да, это были шоколадные конфеты с начинкой, и по рецепту нужна была ореховая паста. Но на тот момент, это 2017 год... Не нашли в нас, да? Никто у нас не продавал, да, то есть мы уже позже появились, производители. И я стала дома в блендере делать. Ну, он уже получается такой вот структурой, комочками. Даже если это супер-блендер, то ты не можешь перемолоть от такой текстуры, вот прям текучей. Но я прошла еще один курс и купила маленький меланжо домой. Да, мне вывезли тогда друзья с Англии. Я стала готовить ореховые пасты. А потом оказалось, что люди любят ореховые пасты. Да. И уже пошла мысль о том, что ореховую пасту можно в баночку и также на продажу. Важно опустить температуру хотя бы до 32, но этот порог переступить. Вот 31-30, это отлично. И то, это мы темперируем как бы упрощенным способом. Лучше, конечно, до 26, и потом поднять до 32, и потом разливать. Но так как мы это делаем для себя, немножко можно упростить по времени. Ты начала с шоколада, потом ореховые пасты. Потом что? Какой план? На будущее. На будущее, да. Можно сказать, вау. План на будущее открывать свою кофейню и выводить шоколад на такой же уровень. Уровень. Уровень пасты, да. Ставить это все на рельсы и идти вперед. Мы желаем тебе удачи. Я уверена, что все будет хорошо, потому что качество твоей продукции, конечно, отличное. Самое лучшее у нас в городе. У нас плитки лежали в холодильнике примерно минут 25-30, и сейчас мы готовы вам их показать. Ах, слышали этот хруст? Аплесивный йод, прям эта сладость даже не нужна. Но я уж так к нему привыкла, но мне сахар вообще тут не нужен. Да. А для детишек, какой рецепт ты используешь? Для детишек, ну если это до 5 лет, желательно без какао, да, он все-таки... Кэроп, да? Чуть-чуть нервную систему, да, кэроп, но там есть немножко и рисовой муки, причем рис не шлифованный. Там есть немножко протеина из горошка, то есть там другие диапты, да, такие секретики. Ну что, Аня, спасибо, что ты была с нами сегодня, и такой вкусный шоколад готовил он для нас. Я желаю тебе удачи, и чтобы все было хорошо у тебя. Кип-кип! Спасибо! Спасибо!